6, 27, 25. Проект «Единая семья». Мы вернулись в прямом эфире на телеканале «Санкт-Петербург». Продолжается день города. И вот, как мы обещали, начинается наша традиционная телевизионная консультация в прямом эфире. Сегодня мы решили вновь поговорить о деньгах. Тем более, что нам предвещают очередную фазу экономического кризиса, я имею в виду, во всем мире. Якобы это все у нас начнется в августе, как мы помним, нас стращали. Вот как заработать деньги, большие, небольшие деньги, проще, как зарабатывать, используя всевозможные способы и средства. Будем обсуждать и давать советы именно вам сегодня. У нас в студии большой друг нашей программы, экономист Алексей Бородин. Здравствуйте, Алексей. Рады вас, как обычно, видеть. Я просто добавлю, что вы смело можете притняться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 635-85-72. Звоните, задавайте конкретные вопросы, интересуйтесь, где взять деньги. Алексей, ну вот мы так уже озаглавили нашу программу «Как заработать миллион». Давайте сразу скажем нашим телезрителям, это вообще реально? Конечно, реально. Мы же все смотрим и «Форбс», и смотрим рейтинги наших миллионеров. Не все смотрят, а «Форбс», которые вечно любят подсчитывать, у кого сколько денег. Кто-то смотрит, кто-то читает, кто-то не смотрит, но все равно в курсе, потому что по телевизору постоянно об этом говорят. И исходя из того, сколько мы видим дорогих машин на улицах нашего города, дорогих ресторанов, конечно, можно говорить о том, что миллион заработать можно и даже, наверное, нужно. Но не сразу это получается, да? Конечно, не сразу. Для этого нужно постараться, нужно подготовить себя, нужно подготовиться морально, нужно подготовиться физически, наверное, даже к этому. Но хочется сразу сказать, что мы, наверное, не будем сегодня говорить о том, что чтобы заработать миллион, нужно не выходить с работы, нужно сидеть 24 часа за рабочим столом, нужно отменить все выходные. Но такие способы тоже существуют, их еще никто не отменял. Я думаю, что, наверное, нет, вряд ли. Потому что даже вот Рокфиллер говорил, что тот, кто целый день торчит на работе, некогда зарабатывать деньги. И я с ним вполне в этом согласен, поскольку все-таки проводя целый день на работе, как раз-таки голова забита только своей работой. Которая приносит деньги, или нет? Представляете, какая работа, естественно. Ну, у всех работа разная, но... Мы вот в студии сидим, да. Наверное, все-таки... Я думаю, сейчас расскажешь о своей заработной плате. Так, хотя очень интересно. Хорошо, давайте тогда начнем, наверное, с такого самого волнующего вопроса. Для зрителей, да, если нет стартового капитала, что делать? Попытаться на каких-то биржах поиграть, акциях, да, чтобы вот, так скажем, накопить первоначальную небольшую сумму. И не сидеть на работе. Да, не сидеть на работе. Вот что бы вы посоветовали? Ну, если все-таки говорить о каком-то первоначальном капитале, то, наверное, тоже... Если мы не говорим, там, о выигрыше в лотерею, да, то не так просто его и собрать. Мы уже как-то из одной из передач, мы раньше обсуждали с вами о том, что необходимо ввести личные финансы, необходимо откладывать деньги, да, что это будет способствовать увеличению как раз-таки вот там какого-то первоначального взноса. Хотя, опять же, если вы, например, вкладываете деньги в свой бизнес, да, как вариант, это, может быть, и кредит взят, в результате которого вы сможете перекрутить, окупить, но, опять же, для этого нужен хороший бизнес-план, для этого нужно просчитать все свои риски, все свои затраты для того, чтобы дело выиграло, наверное. Причем банк еще не даст кредит на так называемое рефинансирование предыдущей задолженности. Ну, мы пока не говорим о предыдущей задолженности. Ну, давайте уж все подводные течения-то скрывать, потому что банки те еще хитрые товарищи. Но, с другой стороны, если у вас есть предыдущие задолженности, значит, у вас есть уже какой-то негативный опыт. А значит, вы можете, опираясь на нем... Что значит негативный опыт? Кредиты же все по разному поводу берут. Мы сейчас, если говорим о построении все-таки какого-то бизнеса, о зарабатывании денег, значит, у вас есть какой-то негативный опыт, исходя из которого вы можете сделать вывод, и, соответственно, следующий опыт, больше вероятности того, что он будет как раз-таки положительным. Хорошо, давайте послушаем наших зрителей, потом вернемся к бизнес-плану. 635-85-72, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, господин Мавроди официально заявил о крахе пирамиды 2012, МММ-2012. Есть ли шансы на пирамиду 2013 у Мавроди? И стоит ли зарабатывать деньги подобного? А вы вкладывали туда деньги, нет? Бог миловал. Хорошо, бог миловал, но не все. Спасибо за вопрос. Да, действительно, 16-го числа, в эту субботу, Мавроди и объявил о том, что закрывает пирамиду МММ-2011, но, тем не менее, открыта новая пирамида 2012. А, то есть уже? Да, конечно, она уже открытая, причем, если я не ошибаюсь, по-моему, с апреля месяца, она уже работает. Что касается выплаты денег, я, честно говоря, подозревал, что будет такой вопрос по поводу МММ, потому что, к сожалению, несмотря на все наши высказания, несмотря на все наши предостережения, к сожалению, наши граждане все-таки инвестируют, несут, все хотят заработать легких денег. Так вот, по поводу МММ. Сейчас в прокуратуре как раз-таки было возбуждено уголовное дело, но что самое интересное... Как мошенничество или что? Просто возбуждено уголовное дело, я, к сожалению, не вдавался в подробности, там, по какой статье, но интересно, что оно возбуждено против пока что неопределенных лиц, потому что нет конкретно лица, кто бы мог за это ответить. Мавроди сам по себе ни при чем. Как таковой юридической компании... На него ничего не записано. Да, как таковой юридической компании ее просто не существует, ее нет. Заводить дело уголовное на, там, десятников или сотников, то есть вот кто был, как бы, из меньшего руководства, исполнительным, да. Скорее всего, что это так и будет, потому что здесь вы, исходя вот из предварительных, там, следственных действий, да, было выяснено, что и гражданам, кстати, рекомендуют, если вы попали в эту ситуацию, то, когда вы переводили деньги, вам нужно просто писать, во-первых, писать заявление в милицию, во-вторых, в полицию, да. Во-вторых, прикладывать все чеки и справки, которые у вас есть, для того, чтобы посмотреть историю ваших переведенных денег, куда были деньги переведены. И только потом, определив уже вот хозяина счета, можно будет говорить о каких-то санкциях. Ну, а деньги-то можно будет вернуть или нет? Да, достать эту. Было объявлено о том, что будут возвращаться суммы изначально до 10 тысяч рублей, потом, если всем будут выплачены, они будут до 20 тысяч рублей, увеличатся и так далее. Есть еще такой вариант, как перевод этих денег из 2011 в пирамиду 2012. А потом уже и в 13, да, о чем спрашивали? Мне кажется, это болот такое. Потом и в 13, да, но я думаю, что, на самом деле, скорее всего, что они не будут переведены, потому что так вроде их похоронили и все, и заново все начинаем. А если перевели, значит, по ним нужно уже сразу выплачивать. А чтобы выплачивать, нужно сразу же иметь какой-то первоначальный капитал, из которого будет платить. Ну, неужели, Алексей, я вот до сих пор не могу понять этого психологического эффекта или же аспекта подобных финансовых пирамид. Сколько раз люди горели, сколько раз люди лишали своих накоплений, своих денежных средств, в итоге все продолжается, возвращается на круги своя? Ну, все-таки менталитет наш российский такой, что хочется заработать простых денег, поэтому у нас так распространены, в принципе, как и в других странах тоже, и игровые автоматы. Помните, кстати, я сразу в догонку скажу, сообщали же все информ-каналы всего мира о том, что посадили этого техасского миллиардера-то в тюрьму в Америке. Его даже называли американским омороди. Который вообще впервые в истории Америки такой провернул. Да, была еще пирамида, тоже связана здесь в Украине, она хорошо была раскручена, действительно там была такая ситуация, да. Но вот хочется, кстати, сказать, что по поводу успеха, по поводу удачи на русский народ. У Бориса Березовского есть книга, в которой как раз-таки написано по поводу удачи. Так вот, если спросить у русского человека, что такое удача, то он, скорее всего, ответит, что удача, это вот само по себе произошло, так случайно, понравилось, вернее, получилось, везение, выиграл в лотерею. А если спросить у другой нации, которая, на мой взгляд, одна из самых богатейших, у еврейских людей, то евреи скажут, что удача – это заранее запланированное действие. Удача – это действие, которое было заранее подготовлено, проработано, и оно произошло не просто так, а потому что ради нее очень много старались, трудились. Это вот я сразу вспоминаю слова своей учительницы по истории в школе, когда все говорили, вот повезло, тебе пятерку получила. Она всегда говорила, повезло, это когда грипп в лесу нашел. Да, а также, знаете, вот если говорить о поговорках, там, о русских давнишних тоже, дуракам всегда везет, потом там была дуракам лишь клад дается. И это все тоже, опять же, там говорят, что, конечно, там, вам-то жить легко, а мы-то там, а нам-то сложно. Но, к сожалению, никто не задумывается о том, что, а почему сложно жить-то, что для этого вы сами делаете, для того, чтобы изменить ситуацию. И почему же сложно жить, потому что мы не программируем удачу? Финансовую, я имею в виду. Ну, в том числе, конечно, да, я думаю, что если, например, сейчас спросить у большинства из наших телезрителей конкретный вопрос, там, а что вы, что, как вы видите свою жизнь, там, в будущем, как вы, вот вы говорите, что все плохо, да, скажите, как будет хорошо. Назовите конкретно, там, цифры, сколько вы хотите зарабатывать, ждите, видите, там, завтра у себя, там, и перечислите, там, например, с максимально подробным описанием. Я думаю, что большинство людей это все-таки ведет в небольшой ступор, и они сначала об этом подумают. А вы какую зарплату хотите получать? Я хотел бы высокую зарплату получать. Нет, конкретно, Алексей, говорите, вы экономист, вы любите конкретные цифры. Вот какая сумма на чеке... Мы не спрашиваем, сколько вы зарабатываете, да, сколько бы хотелось. Вам бы принесла финансовое и моральное удовлетворение? Ну, я думаю, что где-то полмиллиона мне бы хватало. То есть 500 тысяч рублей в месяц? Да. Даже голливудские звезды столько не зарабатывают. Зарабатывают они гораздо больше зарабатывают. Вы же спросили, сколько я хочу. Сколько хотелось. То есть 500 тысяч рублей, это у вас такие необходимости, которые должны купаться в полмиллиона рублей в месяц? Просто у меня, на данный момент у меня таких необходимостей нет. Но в голове они у меня уже давным-давно уже прописаны, расписаны. Я знаю, чего я четко хочу получить, знаю, когда я это получу. И поэтому я могу вот так вот говорить заранее, какая сумма мне будет необходима. Сейчас, конечно, мне такие деньги не нужны. Хорошо, давайте напомним телефон нашей студии 635-85-72. Звоните, спрашивайте, может быть, даже наш экономист что-нибудь вам посоветует, как заработать там первые большие... Триллион. Да, первые хорошие деньги. К этой теме мы вернемся сразу после рекламы. Это Эмми, моя жена. Твоя жена? Тресс мой, и он будет моим. Езавель. Мелодрама. 25 июня на канале Санкт-Петербург. Настоящая мечта. Впечатления на весь год. Обновленный отель Long Beach Resort ждет вас. Бронируйте места в туристических активах вашего города. Long Beach Resort. Анталья, Аланье. Прогноз погоды в вашем мобильном. Звоните 09-400 и получайте ежедневно прогноз погоды в своем городе на телефон. Первую неделю бесплатно. 09-400. Звоните. Только в июне в Medical On Group при обследовании у уролога, проктолога, гинеколога пройдите онкодиагностику бесплатно. Звоните 325-55-55. Грязную посуду в посудомоечную машину без замачивания. Легко. С новым Самат Экспресс Пауэр. Лучший Самат. Немецкое качество. Благодаря формуле Экспресс Пауэр он растворяется в два раза быстрее, чем раньше и действует как никогда мощно. Превосходная чистота без замачивания и сияющий блеск. Новый Самат. Лучший Самат. Это салон оптики Линзмастер. Вы знаете нас и доверяете нам. Наличие выбора для меня очень важно. А я всегда выбираю из лучшего. Прозрачные цены, проверенное качество. Аннекс Тур представляет. Макс Рояль. Непревзойденная роскошь. Спрашивайте путевки от Аннекс Тур во всех турагентствах города. Американская мечта. Вот она. Рядом можно дотянуться рукой. Я люблю вас с первого дня, как только увидел. Вот только мешают скелеты в шкафу. У нас проблема. Большая проблема. Я боюсь. Я пока не нашел доктора. Ты должен на мне жениться. И тогда американская мечта становится американской трагедией. Не купайтесь в неохраняемых местах, если вы не уверены в своих силах. Место под солнцем. 21 июня на канале Санкт-Петербург. Мы вернулись в прямой эфир на канале Санкт-Петербург. День города. Обсуждаем сегодня в телевизионной консультации в прямом эфире, как заработать большие деньги, как заработать миллион, как у нас написано внизу экрана. Соответственно, на этот вопрос акроментальнейший для нашей страны отвечает экономист Алексей Бородин. Сразу напомню, телефон прямого эфира 635-85-72. Звоните и смело задавайте вопросы. Хорошо. Продолжим. Да, Алексей, мы перед рекламой как раз с вами обсудили МММ, все эти пирамиды. А в принципе, имеет ли смысл связываться с фондами, инвестиционными какими-то, то есть, какие вообще... Легальными финансовыми институтами. Да, ой, как ты правильно сказал. Но, смотрите, мне хочется изначально разделить сразу свои деньги, которые вы начинаете инвестировать. Допустим, мы уже разобрали, что мы набрали где-то первоначальный капитал, что-то заработали. Куда можно инвестировать? Первое, можно инвестировать и контролировать все это самому. А второе, можно как раз-таки отдать какой-то из финансовых институтов, для того, чтобы они все это перекрутили, увеличили и выдали вам уже контрольный результат. Это в хорошем случае. Да, здесь нужно понимать, что если вы отдаёте какой-то финансовый институт, вы, к сожалению, не получите сверхприбыли. Вы получите какой-то, допустим, положили на банковский депозит, вы получаете какой-то процент, но у вас голова там не болит. Вы спокойно живёте, работаете, там, к сожалению, мне кажется, таким способом миллион, наверное, всё-таки мы не заработаем. Долго копить. Дай бог к концу же. Да. Можно искать, можно играть на более рискованных активах. Например, там, вкладывайте в акции, в паевые инвестиционные фонды, там, в строительство недвижимости и так далее. Там будет у вас больше заработок, но, конечно, и большие риски. Здесь нужно уже сопоставлять своё внутреннее чувство, насколько вы готовы рисковать, насколько готовы вы оправдывать свой риск своими доходами. И следующий момент, он уже самый ответственный, когда всё-таки ты работаешь сам на себя, сам контролируешь свои деньги, когда ты сам распределяешь, покупать мне, например, там, опять же, акцию какую-то или не покупать, покупать недвижимость или не покупать. Но здесь вылезает другой нюанс. В этом случае вы берёте все риски, связанные с потерей денег или, наоборот, с выигрышем этих денег, с зарабатыванием денег на себя. К сожалению, немногие готовы брать на себя риски. Проще, конечно, отсиживаться где-то вот чуть-чуть. Пускай я буду поменьше зарабатывать, буду работать по найму, но рисковать не буду. Поэтому, говоря о том, чтобы заработать свой миллион, всё-таки, мне кажется, нужно вкладывать деньги в себя, нужно развиваться самому, нужно получать дополнительное образование, например. Но на это тоже нужно деньги тратить, на дополнительное образование. Да, но вы же понимаете, что получая дополнительное образование, вы лучше работаете, вы развиваете спорта. Ой, Алексей, боюсь, для нашей страны дополнительное образование, вы лучше работаете, не имеет никакого значения. Давайте послушаем наших телезрителей 635-85-72. Здравствуйте. Алло. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы же сказали, что на акциях можно заработать. Но как же на них можно заработать, если вот лет пять назад продавали акции ВТБ, государство продавало, и тогда можно было сделать минимальный вклад на 50 тысяч рублей. А при этом и акция, по-моему, стоила на тот момент 14 копеек. Сейчас же она стоит там от силы там 3-4-5 там. Как повезёт. Спасибо за интересный вопрос. Подготовленные зрители оказались. Да, смотрите. Но что касается акций ВТБ, конечно, мы же говорим сейчас не только об акциях конкретной компании, мы говорим об акциях в общем, это же может быть там ВТБ, Сбербанк, Газпром, если мы говорим там о глубых фишках, да, или это могут быть уже там более какие-то рискованные или менее рискованные акции. Так вот, вкладывая в акции, конечно, можно заработать. Если бы на этом никто не зарабатывал, акциями бы тогда никто не занимался просто-напросто. Я не думаю, что кто-то бы работал себе в минус, вкладывая только туда деньги. Поэтому, конечно, на акциях зарабатывают. Просто здесь, опять же, зависит от того, в какие акции вкладывать, как вкладывать в акции, вот, как выбирать свой портфель акций. А как это сделать все, Алексей, обычному человеку? Вот рядовый человек захотел, да. Можно прочитать книжку, да, и что-то разобраться. Нет, я даже имею в виду, куда идти, где эти акции покупать. Ну, во-первых, сейчас очень много проводится бесплатных всяких курсов, там, да, начиная от валютной биржи, там, от Форекс, да, и заканчивая самыми акциями. Когда ты приходишь, тебе рассказывают, но там основная идея всех этих бесплатных курсов, чтобы вы пришли к ним, чтобы принесли деньги, и чтобы они уже на ваши деньги аккуратно строили, там, эту пирамиду, выкладывали. То есть все ненадежно? Что? Тоже все ненадежно? Нет, почему? Надежно, просто там суть в том, чтобы привлечь ваши деньги. А если мы говорим о том, как вкладывать самому, тут, к сожалению, нужно много читать, смотреть, нужно работать, и здесь столько опыта. Нельзя прийти сразу на акции. Хотя, с другой стороны, помните, тот известный опыт по поводу обезьяны, которая выбрала там случайные кубики, и вот отслеживали несколько лет по поводу роста этих акций, какие она выбрала, они там растут. Так что... Ну, то есть, получается, другими словами, если я захотел купить акции, это не так просто сделать? Нужно сходить на какие-то курсы? Нет. Или что? В принципе, это все просто. Вы, например, в своем управляющем банке просто либо через управляющую компанию покупаете акции, посмотрели там, для себя определили свой пакет, и говорили, мне нужно 20% этого, 10% этого. А как выбрать управляющую компанию? Сразу параллельный вопрос. Здесь, наверное, есть смысл спрашивать каких-то друзей, знакомых, кто уже этим занимается. Все-таки нельзя залезть в омут, там, не проверив глубину, да, наверное, нужно все-таки проконсультироваться у уже знающих людей. А вы играете сами с акциями, биржами? Нет. Фишками глубины? Фишками? Нет. А почему? Вы советуете нашим телезрителям, а сами это... Я отвечаю на вопрос поставленный. Потому что пока еще нет платы в 500 тысяч рублей, о которой Алексей мечтает очень долго. Хорошо, Алексей, тогда коротко ответьте на вопрос по состоянию на сегодняшний день. Я имею в виду нашу экономическую ситуацию в стране. Стоит или не стоит рядовым гражданам, у которых есть, скажем так, финансы дополнительные, играть на рынке акций? Да, зарплата 40-50 тысяч, и, соответственно, деньги еще... Дай бог, 40-50 тысяч. Стоит, но, во-первых, это нужно делать аккуратно, а, во-вторых, нужно понимать, что вход в этот рынок, есть определенная сумма, меньше которой, ну, скажем, например, там, меньше 100, или хотя бы 200 тысяч рублей, неинтересно этим заниматься вообще. Но для того, опять же, начиная играть на рынке уже, да, и внеся, там, скажем, эти же 200 тысяч рублей, вы должны быть готовы к тому, что вы их потеряете. То есть нужно все-таки брать на себя риски. Поскольку вы только начинаете, у меня просто есть друзья, знакомые, кто сами начинали, также свои деньги зарабатывали, вкладывали, вот, и у них было такое, что они полностью падали, потом чуть-чуть понимали. Ну, как в кино, это крепкие нервы надо иметь, я думаю. Но они этим занимаются уже, там, не 4, не 5, уже, там, несколько лет. Уже профессионалы. Профессионалы, и, к сожалению, не всегда у них это получается. Хорошо, продолжим мы сразу после новостей. Телефон прямого эфира 635-85-72. Продолжим разговор о том, как заработать миллион. Порывы ветра, который дул сегодня ночью в Петербурге, достигали 20 метров в секунду. Но это цифры. А вот наглядный пример. Ствол толщиной около полуметра не выдержал напора и рухнул. Такую махину не смогла сдержать даже решетка Лопухинского сада. Дерево упало на проезжую часть улицы Академика Павлова и оборвало провода. Движение восстановили быстро, а вот решетке требуется серьезный ремонт. Таких случаев сегодня было много. На Большоохтинском проспекте в нескольких местах упали крупные ветки. Кровля пыталась улететь с крыш даже днем, когда ветер ослаб. А вот ночью спасатели боролись с летающими лесами на доме номер один по Мичуринской улице. От сильного ветра строительная конструкция расшаталась и пыталась подняться в небо. Защитная пленка сыграла роль паруса. Уровень воды в Неве поднялся до 136 сантиметров к 6 часам утра, но также стремительно начал падать днем. Движение аквабусов пока прекращено. По ходу сегодняшнего дня нашими специалистами будет анализироваться изменение погодных условий. И в случае установления благоприятной погоды к вечеру, возможно, завтра движение по всем четырем линиям аквабуса будет возобновлено в полном объеме. Впрочем, такая погода для Петербурга в пределах климатической нормы, говорят синоптики. Всю неделю город ждет переменная облачность с кратковременными дождями. Во вторник 21 градус тепла днем, а в последующие дни чуть похолодает. 16-18 градусов будет днем. Ночи достаточно теплые, 10-12 градусов. До тех пор, пока шторм не перестанет, спасатели советуют быть осторожнее вблизи деревьев и домов. Природа вмешалась и в планы тех, кто собирался сегодня гулять в летнем саду. Из-за непогоды его закрыли для посещения. Александр Бережной, Андрей Жохов. Главные новости. Петербург. Не всех в Петербурге расстроило штормовое предупреждение. Для парусной регаты Sea Brothers Race дождь, переходящий в ливень, и ветер скоростью 22 узла самая подходящая погода. За два дня в яхтенном порту Геркулес прошло пять гонок для любителей и три для профессионалов парусного спорта. В состязаниях приняли участие 67 спортсменов от 7 до 15 лет. Коварная волна мешала яхтам и неоднократно переворачивала парусники. Тем приятнее была победа в регате, ведь главный приз – новейшая яхта-оптимист в гоночной комплектации. Накануне профессионального праздника балтийские таможенники показали все этапы осмотра груза и рассказали о современных гаджетах, которые поступили к ним на вооружение. Кронштадтский пост таможенники в шутку называют полигоном новейших разработок. Этой весной здесь опробовали еще одну технологию – корабль в море, а здесь уже знают, что на борту. Представительная информация, что все включают. Список документов, которые предоставляют предпределителям информирование, такие как генеральная декларация, где включают наименование судна, откуда идет, флаг, декларация о грузе, где представляется список всех коносаммитов, которые загружены. Раньше досмотр судна занимал до трех дней. Вынужденный простой корабля у причала обходился судовладельцам в копеечку, в день – до полутора миллионов рублей. Новая система экономит и время, и деньги. Срок выпуска товаров составляет не более следующего рабочего дня с момента регистрации декларации на товары. Этот рентген на колесах – главное оружие против контрабандистов. Как ни прячь, запрещенные к ввозу товары здесь увидят. Контейнер просвечивается насквозь. Наличие в контейнере посторонних вложений в виде оружия, наркотиков, товаров, незаявленных грузовых документов. На границе – двойной контроль. Острое обоняние всегда придет на помощь современной технике. После осмотра реальный груз сверяют с задекларированным. Все это для того, чтобы не похудела казна. Предприниматели нередко нарушают закон, чтобы сэкономить на пошлинах. Пытаются ввести ходовые товары, одежду, обувь, бытовую химию под видом, например, пластиковых труб. Только за последние полгода было возбуждено больше тысячи подобных дел. Владимир Орехов, Михаил Кацман и Елена Волкова. Главные новости. Петербург. Петербургский чемпион по самбо Денис Комкин по прозвищу «Сибирский медведь» к бою готов. Сегодня он показал это на открытой тренировке. В четверг он будет мериться силой с американцем Джеффом Снеговиком. Поединок пройдет в рамках турнира по смешанным единоборствам М1 Глобал. У меня очень опытный соперник. Он входит в мировую элиту микс-файта. Он выдающийся борец. Очень хорошо борется в партере. Несмотря на его возраст, он последними боями всеми показал, что находится еще в очень хорошей форме. Денис Комкин выступает на профессиональных турнирах несколько лет. На его счету 21 бой и 13 побед. Но этот поединок для «Сибирского медведя» серьезное испытание. Он впервые выступает на таком высоком уровне. По словам самого спортсмена, он физически готов на 100%. Но успех все-таки зависит от везения. И снова «День города» в прямом эфире на телеканале «Санкт-Петербург» продолжается. У нас идет телевизионная консультация в прямом эфире с экономистом Алексеем Бородиным. Мы обсуждаем, как заработать свой миллион и вообще, как преуспеть на Ниве зарабатывание денег. 635-85-72 телефон прямого эфира. Поэтому звоните и смело задайте вопросы. Может быть, узнаете ценные советы. Да, Алексей, насколько мы понимаем, вы у нас с акциями не очень сами играете, а больше зарабатываете на недвижимости. Вот многие сейчас думают, что выгодна довольно покупка недвижимости за рубежом. Это действительно так? Или тут ряд сложностей возникает? Если говорить о покупке недвижимости за рубежом, сложности возникают вообще везде. Хоть мы будем говорить о недвижимости, хоть о золоте, хоть об акциях. В недвижимости могут быть следующие сложности. Покупая недвижимость за рубежом, во-первых, ее более сложнее контролировать, чем недвижимость, которая находится, например, здесь, в Санкт-Петербурге или в Москве, неважно, в регионе вашего присутствия, будем так говорить. Произошло, например, не дай бог, землетрясение, какая-то революция, как сейчас произошло в Египте, или еще где-то. Политическая нестабильность образовалась. В любое мероприятие, опять же, потекла у вас, например, какая-то труба или сломался кран, эти ситуации нужно будет каким-то образом решать. Находясь здесь, решать ситуации там довольно-таки сложно. Опять же, если вы купили недвижимость с расчетом на то, что она будет расти, нужно для себя четко понимать, почему она будет расти и в какие сроки, потому что она не будет расти вечно, когда-то ее придется продавать. Если вы покупаете недвижимость для того, чтобы, например, сдавать ее в аренду, то, опять же, кто ее будет сдавать? И мы приходим к тому, что, скорее всего, у вас должен быть какой-то представитель ваш, управляющий компанией, риэлтор, который будет помогать вам в управлении вашей недвижимости и с решением ваших сложных этих ситуаций, чтобы вы могли держать руку на пульсе и оперативно, если что, нажать кнопку. Ну, то есть, вы не советуете сейчас вкладывать деньги в покупку недвижимости, а то уже половину из ПАЧа скупили, всю Черногорию застроили русскими кварталами. Вопрос, смотря сколько денег. Если денег настолько много, что можно раскладывать яйца по разным корзинам, то почему бы не купить недвижимость за рубежом? Нет, если ты хочешь, чтобы это приносило капитал. Если деньги вот только-только пока совсем еще мало, то, наверное, все-таки есть смысл начать с покупки нашей недвижимости, которая в Санкт-Петербурге, которая ближе под боком, да, но она намного дороже. Она дороже, но, по крайней мере, вы сможете ей как-то управлять, вы сможете держать руку на пульсе. Если вы грамотно найдете подешевле, сможете ее продавать. Например, я знаю, что есть один из таких способов, сейчас, кстати, распространено в городе у нас, когда покупают комнаты, но большие комнаты делят их перегородкой напополам и сдают как две раздельные комнаты и таким образом получают в два раза больше денег. А деньги, например, на покупку комнаты брали в ипотеке, в ипотеку, например, да, и получается, что платежи практически полностью гасят эту комнату. Таким образом, через несколько лет у вас одна комната, потом еще одна вторая, потом квартира и так далее, и так далее. Какой-то дельца вот это напоминает. Но курочка по зернышку клюет. Хорошо. Да, кстати, добавим то, что еще не все частные лица, физические лица имеют право по национальным законодательствам покупать как раз недвижимые в странах за границей. Это стоит не забывать. Давайте еще тогда хотел вас спросить. Вы знаете, очень многие истории читал успешных людей. Естественно, большинство из них, я говорю про российских, конечно же, реалий, вышли из 90-х. Было много возможностей. Тот же, не знаю, Олег Жеребцов, который основал известную большую сеть гипермаркетов, начинал там с торговли шоколадками, еще что-то, да, в итоге стал владелец одной из крупнейших сетей. Так вот, тогда были возможности. Тогда буквально деньги делались вот так вот просто. Надо было пошевелить извилинами, найти какую-то схему. Сейчас схемы какие-то еще построить вообще реально человеку с нуля? Мне кажется, это абсолютно реально. Просто сейчас немножко мы переместились в другую зону деятельности. Если раньше мы говорили конкретно там о товарах, да, вот опять же там о продаже, о том, что можно пощупать, то сейчас мы больше уже говорим о интернет-технологиях. Мы сейчас прекрасно видим, как развиваются компании, которые начинали с нуля, опять же, там взять тот же, скажем, Фейсбук, там может быть Контакт, там, да. Но это не что-то забито. Вон, Майспейс, тот же самый, он же ведь не выдержал конкуренции с Фейсбуком. Да, и закрылся. И даже Джастин Тимберлей, который когда купил там контрольный пакет акций, стал креативным директором, Майспейс, ситуация не особо изменилась-то. И они хотят неформатировать его даже теперь. Никто не говорит, что если все этим занимаются, то все вылезут на вершину. Понятно, что кто-то будет вылазить, кто-то будет отваливаться, иначе не было бы тогда конкуренции. По сути, конкуренция-то, она как раз-таки и помогает развитию рынка. Вот, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что это абсолютно возможно. Просто нужно, извините меня, шевелить мозгами и придумать что-то такое, чего еще не придумали. Потому что, ну, каждый день придумываются какие-то новые там события, новые какие-то, ну, новые инновации там, да, и практически там есть даже, например, специальные ресурсы в интернете, да, в которых есть вот эти все суперидеи придуманные, да, где люди ищут просто там инвесторов или ищут людей, которые будут совместно с ними работать. Почему нет? Если вы не можете что-то придумать сами, найдите людей, которые это уже придумали, и просто... Заплатите им денег. Почему? Вы можете совместно попробовать реализовать уже придуманную идею, и если у вас все будет получаться, пока буду рад за вас. Хорошо, давайте послушаем наших телезрителей. 635-85-72. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста можно зарабатывать ребенку? Потому что, как вы и сами видите, многие их, я вижу на улице, ну, там, лет 10-12, которые уже раздают газеты, а другие студенты, например, зарабатывают тем, что пишут дипломные или курсовые работы своих... Ой, да-да-да, это у меня были такие однокурсники, которые так подрабатывали. Да, да, вот именно. Причем очень неплохо, скажу. Очень неплохо, вы правы абсолютно. Вот такой интеллектуальный заработок. Так, Алексей, давайте простим ситуацию. Смотрите, ну, если говорить, конечно, о нашем законодательстве, да, то по законодательству у нас есть определенный возраст, с которого можно работать официально, я имею в виду, оформляться на трудовую книжку, да, но... Это 14 лет, да? Или сколько? По-моему, 16 лет. А, 16 лет. По-моему. Но, если, например, опять же, работать до этого, да, то можно работать по сокращенному дню, например, неполный рабочий день, можно выходить там на какие-то дополнительные заработки. И сейчас, кстати, очень много работы такой дополнительной, которые могут воспользоваться как раз-таки вот молодые ребята, там, школьники, школьники, студенты. Можно легально, не могут поймать за руку, сказать, тебе там, 13 лет или там, 14 лет? Я думаю, что можно, можно раздавать, а почему нет, там... Им же никто, насколько я понимаю, не запрещает работать, правильно, там просто определенные условия труда несовершеннолетних. Абсолютно правильно, да, никто не запрещает работать. Тем более, если это ваша подработка, вы же сами хотите этим заниматься, вас же никто не принуждает, никто не заставляет. Вот, поэтому вполне, я думаю, что человек, который хочет найти из работы каких-то денег, вполне может этим заняться. Я про себя могу сказать, что я начал, по-моему, работать в 12, что ли, по-моему, или в 13 лет. Я на заправке, заправщиком там подработал. Я, знаете, Алексей, в продолжении вот темы, которую задала наша телезрительница, всегда печалюсь, что в нашей стране не развита система бэбиситерства. Как в Америке, да, все старшие школьники, ну, то есть там 13, 14, 15, 16 лет, нянечками, конечно, да, после уроков идут и сидят там, ну, не с грудными уж совсем детьми, а там с 2 года, 3 года. И за это хорошо получают, на самом деле. Это и карманы деньги. Да. Почему у нас этого нет? Ну, у нас, наверное, даже со своими братьями и сестрами не всегда все сидят. Вот, кстати, идеальный вариант. Я посижу с младшей сестрой, мамой, да, ты мне заплати за этот день. Ну, это же какие-то ракфеллерские отношения. были расценки, дополнялась по ссору. Любая работа должна оплачиваться. Не важно как, но она должна оплачиваться. Да, но с другой стороны, если ребенок с детства приучит, что ему будет оплачиваться, он и дальше будет работать, дальше будет зарабатывать деньги. Почему нет? Не так плохо все-таки, может быть, детей приучать с детства к деньгам, если они их будут чувствовать и будут понимать, что они делают там не за просто так, они будут только стараться. Да, то, что не все просто достается в жизни. Вот хороший моральный урок. Хорошо, давайте послушаем еще раз наших телезрителей. 635-85-72. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня сразу два вопроса. Можно? Давай, пожалуйста. Да, мне зовут Лена. Очень приятно. А вот у меня один вопрос. У меня сын и дочка. Вот сын, сын может ли, например, он плохо читает, и чтобы заинтересовать как-то ребенка, за каждую книжку платить какие-то деньги? А, прочитал книжку, получал 100 рублей. Да, прочитал книжку, получал 100 рублей, например. Получил 100 рублей. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. И дочка у меня на год старше, и ей сейчас вот будет 12 лет. Может ли она вот без паспорта где-то работать официально? Чтобы тоже она заработала какие-то деньги, чтобы, ну, почувствовать себя человеком. Ну, да, такой шажок во взрослую жизнь. Давайте начнем за 100 рублей за книжку. Наверное, я думал, что если бы мне платили 100 рублей за книжку, я бы в школе читал больше. По крайней мере, программу прочитал бы, наверное, всю. А чего один толстой бы стоил? 400 рублей сразу, да? Да. Но это не пагубная привычка, потому что ребенок привыкли к тому, что за хорошую оценку получаешь хорошие деньги. Да, и потом начнет синтажировать родителей. Ну, можно же не обязательно, например, можно один раз отдать там 100 рублей, да. А за домашнюю работу, например? За домашнюю работу, если не сделал, может быть, наоборот, подзадыльник надо дать. Мне кажется, здесь есть смысл проконсультироваться с психологами, да, как это будет правильней. Вот. Но с точки зрения экономической не вижу здесь ничего плохого. То есть такая стимуляция во благо, скажем так. Да. Тогда к мальчику с 12 лет может ли... Ой, не мальчик, девочка. Девочка, да. Девушка, может ли работать? Я думаю, что вполне может работать сейчас. Вы же тоже с 12 лет начали работать. Да, я тоже начал работать. Мне кажется, что вполне можно найти какую-то работу. Есть там очень много работы, скажем, там, на дому, да, когда там какие-то ручки там собирают, еще что-то. Ну, то есть есть какие-то мелочи, которые, в принципе, можно заниматься, которые это не обременительно. Главное, чтобы вся эта работа, она была не в ущерб учебе. А вам не мешало учиться и работать? Нет, я работал только летом. Как обычно делают студенты и школьники в летние каникулы. Хорошо. Но, кстати, в то же время, извините, если говорить там о студентах, да, я вот когда учился в институте, у меня были, например, одногруппники, которым родители не разрешали работать до окончания работы. Потому что говорили, что учись, 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 учись. А вот когда закончишь учиться, тогда начнешь, собственно, работать. А были одногруппники, те, которые, наоборот, там, как только пошли на учебу, сразу же начали работать. Ну, честно говоря, мне кажется, что все-таки те, кто начал работать сразу, им, у них более лучше сложилась вот эта, как сказать, может быть, предпринимательская жилка, что ли, когда они начали больше хвататься вот за деньги, начали больше хвататься за работу, за возможности. Потому что, по сути, закончив, например, там, институт, да, закончив, может быть, там, школу, да, от того, что тебе в руки передали диплом или аттестат, как таково, в принципе, в жизни ничего не изменилось. Поэтому все-таки окончание нужно, мне кажется, заранее подготавливать. А как вы считаете, вообще коммерческая жилка больше развита у мужчин, чем у женщин? Потому что с Forbes, если смотреть, там, сплошь мужские имена и фамилии. Мне кажется, что больше у мужчин, но сейчас такая ситуация складывается, что женщины едва ли спуску не дают мужчинам. Мне кажется, что они прям начинают наступать на пятки. Российские вы имеете в виду? Ну, я конкретно говорю, да, о наших женщинах. Ну, кстати, по поводу Forbes, ведь там постоянно приводят в списки богатых людей не обязательно женщин. И там, насколько я понимаю, что либо председатель совета директоров, либо владелец какой-то крупной компании, это в основном женщины. Очень часто это женщины. Мы можем вспомнить те же самые знаменитые, не буду называть, газированные напитки, да, там же ведь женщины стоят у руля. Ну, да, потому что, опять же, это только подтверждение моих слов, что женщины буквально наступают на пятки. И я думаю, что в перспективе мы даже увидим, когда женщины будут работать на тех профессиях, на которых там изначально даже речи быть не могло. Например, какие управляющие? Ну, например, там, пилотов самолетов. Я пока что еще женщин как таковых там не знаю, да, по крайней мере, там крупных лайнеров, да, может быть, любители летают. Но я думаю, что вполне это реально. Хорошо, мы, я так думаю, должны сделать паузу, прерваться на рекламу. Нет, я имел в виду паузу не на рекламу, прерваться, напомню, телефон прямо в эфире 135-85-72, звоните и присоедините. Алексей, я все хочу вернуться к интернету. Вот вы говорите о новых интернет-технологиях, которые появляются и так далее, и тому подобное, как можно заработать. У меня лично, например, есть знакомые, которые пытаются, журналисты знакомые, которые пытаются сейчас раскрутить свое имя, в том числе заработать на таком модном явлении, как собственный интернет-журнал, собственный блог, который посещаем. И там они привлекают внимание, скажем, тем, как заработать. То, что там будут рекламодатели, которые будут размещать на свои баннеры и так далее. Вот на этом-то можно заработать? Да, можно. Кстати, очень много из ресурсов, которые хорошо раскручены, не хочется просто назвать там название имена, блогеры, которые как раз-таки именно на этом и зарабатывают. Да, вполне. Они раскручивают, набирают большую целевую аудиторию и, исходя из этой целевой аудитории, потом работают, просто делают какие-то, если это, например, инфопродукты, рассылки, купите диск, купите книжку, еще что-то. Если это просто с посещения, то, опять же, это реклама. И в основном в интернете очень многие ресурсы, которые как раз-таки информационные, они на рекламе зарабатывают. Они прям действительно много зарабатывают на рекламе? Да, реклама действительно. Если у сайта хорошая посещаемость, то реклама стоит очень дорого. Ну, если даже, например, такая реклама, как, я не знаю, Яндекс.Директ, Google, AdWords, и то стоит приличных денег рекламирует, например, себя или свою компанию. Но это крупнейшие два игрока, скажем так. Ну, это самая простейшая из рекламы, там, контекстная. А мы сейчас с вами говорим о большой баннерной рекламе, там, ну, хорошо, взять, например, чемпионат мира, да, и по полю, вокруг поля, там, например, там, да, большие, крупные рекламы. Как думать, сколько стоят такие рекламы? Сколько они стоят? Я не знаю точные цифры, но там нереальные суммы, очень большие суммы. А коли же о спорте заговорили, на тотализаторе когда-нибудь пробовали тоже? Нет, сам не пробовал, но есть у меня друзья, которые этим пользуются, которые играют, и что-то выигрывают, что-то проигрывают. Но спорт, наверное, все-таки не так предсказуем. Это может быть отчасти даже как и рулетка, то же самое, что можно и в автоматах пробовать и выиграть, там миллион, и кто-то выигрывает. Да, но опять же тут... Хорошо, давайте тогда о тотализаторе интернета вернемся на землю. Мы уже неоднократно говорили, как наших телезрителей, да и всех нас, наверное, пугают тем, что грядет кризис экономически, новая волна, я имею в виду. Вроде бы это все с августа наступит. У меня, Алексей, к вам вполне конкретный вопрос. Как вы считаете, можно ли заработать на кризисе? И какими суммами нужно располагать? На кризисе заработать можно. Однозначно. Потому что даже прошедший кризис показал, что кто-то... Для кого-то кризис ушел, увел его в минус, а для кого-то кризис как раз-таки стал тем, что дало ему возможность дополнительный шаг, дополнительную конкуренцию, создал, например, убрал, наоборот, дополнительную конкуренцию, да и дала возможность выйти там на вершину. В лидера. В лидера. Поэтому, конечно, можно, например. Но если говорить, там даже две компании, у нас была такая ситуация, что обратились люди, которым нужно было срочно финансирование, поскольку уходила с рынка компания, которая занималась той же деятельностью, и они продавали все свои активы по заниженной цене. Таким образом, компания, которая купила все эти активы, она стала практически монопольной на этом рынке. И вот, соответственно, одна компания ушла, ей хуже, а другая компания, наоборот, выросла ей лучше. А как узнать, кто уйдет, а кто останется? И как спрогнозировать? К сожалению, никто не знает лучше, чем директора, чем люди, которые работают в этой компании. Поэтому мы можем говорить со стороны все, что угодно, но, опять же, не угадать точно. Даже взять ситуацию с самим банком, да, первоначальный, от которого и произошло изначальный толчок там по кризису, да, я имею в виду права Лермонбразоса, вот, то никто не думал, не гадал, вот, произошло. Поэтому заработать, конечно, можно, однозначно можно. И те люди, кто умеют это делать, те, кто более смекалистые, наверное, и пользуются хорошо ситуацией, они на этом зарабатывают, причем хорошие деньги. А коли же о кризисе говорим, стоит ли сейчас насчет акций так немножечко поуспокоиться, а то вдруг все-таки он пройдет. Начать по-быстрому распродавать их. Да, да, да. Ну, самое главное, все-таки в любой ситуации это не паниковать и как раз-таки не покупаться на те объявления, которые нам говорят, да, если нам говорят, что завтра все рухнет, то, значит, все будет наоборот. Если говорят, что все хорошо, то, значит, точно что-то подразумили. Поэтому лучше все-таки не рисковать, не делать резких движений, лучше подождать, посмотреть, присмотреться и уже в процессе уже принять для себя решение. Ну, и изначально, когда вы вписываетесь, например, в какой-то бизнес или в какую-то инвестицию, у вас должны быть для себя какие-то определенные рамки, что вот если, например, будет вот так вот, то я ухожу, если будет вот так вот, то я остаюсь, или там как-то наоборот. То есть у вас изначально есть какая-то своя стратегия, которую вы должны следовать. И главное, от этой стратегии не уходить далеко. Хорошо, тогда вот раз мы заглавили нашу тему сегодня, как заработать миллионы, давайте, Алексей, конкретизируем, какой стартовой суммой нужно располагать, чтобы в итоге где-нибудь там лет через пять, ну, я так утрирую, конечно, обзавестись миллионом. Ну, вы знаете, если говорить там о планировании повышения своих доходов, да, то сложно планировать в год, например, увеличение своих доходов больше, чем порядка на 20%. Ну, например, если вы, скажем, учительница, да, которая работает в школе, например, зарабатывает не очень большую сумму, и вы для себя решите, что вы на следующий год станете миллионером и сделаете для этого все, то, скорее всего, наверное, это все-таки не такая вот прям сбыточная ваша будет идея. Вот. А если вы будете планировать постепенно увеличивать свой доход каждый год, например, там, на 15-20%, то это уже вполне реально, вполне реально за год сделать такие действия, которые дадут возможность тебе заработать большие суммы. Ну, большие суммы по сравнению с тем, что зарабатываешь ты сейчас, я имею в виду. Ну, главное задаться целью. Я вот всегда, Алексей, когда вас слушаю по поводу разнообразных инвестиционных проектов и так далее, вспоминаю слова Рона Хаббарта, да, основателя церкви саентологии, который всегда говорил, хочешь разбогатеть, придумай свою религию. Да. Хорошо, вам огромное спасибо. Я думаю, что на эту тему «Как заработать миллион» мы будем неоднократно поднимать в нашей программе. Сегодня советы нам давал экономист Алексей Бородин, и я надеюсь, что-то полезное для себя вы, по крайней мере, уяснили. Вам спасибо большое. Спасибо. Завтра мы продолжим наше общение на тему ГУВД, профилактика правонарушений дома и на улице, а в нашей консультации будет тема социальной, ой, зависимости от социальных сетей. Да, к нам придет психолог, поднимем эту тему, потому что, с одной стороны, оказалось, что социальные сети плотно оккупировали, прочно вошли в нашу жизнь, а с другой стороны, действительно, они могут заменить нам реальность. Вот как уберечь детей и не только, и стоит ли их уберегать, обсудим завтра. Наталья Люблинская, Андрей Смирнов были с вами. Нескучным вам вечером и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин